Как я отношусь к Тутберице? Это Ри Георгиевна, мы вас любим! Скажите, а что вас больше шокировало? Повышение пенсионного возраста или уход за ГИТО? Сейчас в плане возраста как-то все так очень сдвинулось. Смотри, 24-го числа начинается в Красноярске чемпионат России по фигурному катанию. В женском турнире 5 фигуристок претендует на 3 проходных места чемпионата Европы. Ну и на медали, естественно. Три ученицы, это Ритубериды нынешние, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова. Плюс вечно молодая Лиза Туктамышева с четверным приезжает. И наша подруга Евгения Медведева. Саша, слушай, я все понимаю, но зачем ты меня притащил на площадь Восстания? А, эта площадь Восстания стала с 18-го года. До этого она называлась Знаменская площадь. Вот это все было Знаменская площадь. Сейчас с 18-го года стала площадь Восстания. Ты понимаешь почему, да? Так вот, если на чемпионате России не победит одна из учениц Тутбериды, это будет восстание. Восстание Медведевой или Туктамышевой. Восстание Медведевой и Туктамышевой против Эдери Тутбериды. Против Эдери Тутбериды. Слушай, и, кстати, ведь не только их восстание. На самом деле, в интернете сейчас же есть петиция, да? Да, собрали целую петицию, чтобы после ухода Загитовой, при остановке карьеры, чтобы отстранить Этери Георгиевну, потому что она, типа, не справляется, только у нее ученики-поренеры выигрывают до определенного возраста. По взрослым потом доходят до определенного возраста и уходят. Предлагаю подписать петицию за отстранение Тутберидзе с должности старшего тренера отделения «Хрустальный». Тутберидзе в очередной раз показал, что не умеет работать с повзрослевшими спортсменками. Кто следующим будет жирным, ленивым и неблагодарным? Давайте решим этот вопрос вместе, подписываем петицию об отстранении Тутберидзе. Кошмар, безумные люди. Мы приехали в Мекку питерского фигурного катания, еще ленинградского, двоиц спорта юбилейный. Ты, кстати, знаешь, почему он так назван? Ну, я думаю, в честь юбилея, наверное, оттепутская революция. Нет, не совсем. В 67-м году в честь 50-летия советской власти, юбилея советской власти. Вот советская власть уже 28 лет, нет, а название осталось. Хотя, в принципе, оно несет такой оттенок, да, незаконный, да, восстание большевиков, которые незаконно свергли власть. И вот это увековеченно. Ну, сейчас восстание вообще такая тема запрещена. Посмотрим, вот здесь по Петроградке, вот когда были ребренинг названий, кучу поменяли названий, там, Щерса, Малый проспект, Кировский, Каменноостровский. Даже улицу Ленина, улицу Ленина покусились, сделали широкой. Но потом название не прижилось. Оно все называли Ленина и вернули назад. Двое спорта юбилейный, мне рассказывал директор его, Шантырь, Антон Шантырь, мыслей о ребрендинге даже не возникало. Пойдем посмотрим, где Дуктамышева тренирует свой четверный прыжок, чтобы конкурировать. А это последний ее шанс. Ну, вот Загитова четверные прыгать не смогла, отказалась. На удочке. Отказалась прыгать четверные и карьеру завершила. Ну, приостановила, приостановила. Я, честно говоря, рад, что она завершила карьеру. Она приостановила, почему завершила-то? Ну, Адамина Сотникова тоже приостанавливала карьеру. И приостановила. Если бы она завершила, уже бы спонсоры Даной сказали, Алина, спасибо за сотрудничество, до свидания. Вот тут Самодорова и Туктамышева занимаются. Точно, вот две ученицы. И вот здесь есть один очень такой важный секретный момент. Секретный наблюдательный пункт. Понятно, что Мишин никогда не допустит агентов Тутберидзе туда-внутрь. Но, если мы встанем вот сюда, настроим камеру, то мы совершенно четко увидим, как Елизавета Туктамышева тренируется, как тренируются Самодорова, Андрей Лазукин и остальные ученики. Вот вы задали мне интересный вопрос, касающийся взаимоотношений различных тренерских подразделений. Фигурное катание, ее тренерский коллектив, штаб, он разделяется на несколько групп. Некоторые группы близкие дружат, некоторые группы соревнуются и конкурируют, и у них нейтральные взаимоотношения. Некоторые группы тренеров, они носят несколько даже, может быть, такой острый характер. Как я отношусь к выдающимся результатам, которые показывает тренер Тутберидзе? Ну, выдающиеся результаты это я называю, потому что это, наверное, тот термин, который соответствует тому уровню мастерства, который ее девочки демонстрируют. Если говорить о том, что вот они маленькие, а потом они вырастут и перестанут прыгать, они станут девушками, они будут более женственной формы, перестанут прыгать. Когда у меня были ученики, допустим, там 4-5 человек, которые, мужчины, допустим, которые могли соревноваться и победить сборную мира одиночного фигурного катания, так я мог и говорить о том. А сейчас Этери Тутберидзе является наиболее яркой фигурой на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих, преимуществах ее, в каждом системе есть свои плюсы, есть минусы. Если сейчас она демонстрирует такие результаты, которые показывают ее девочки, то она сейчас лидер моральный и спортивный лидер нашего отечественного фигурного катания. Так это надо и понимать. Что, удачно мы зашли? Да, ты, кстати, знаешь, мы тут нашли первую ученицу, одиночницу Мишина. Вот первую девочку, которую он взял. Девушку тогда же. Татьяну Басову. Татьяна Басова. Это была первая одиночница. До этого он работал только с мальчиками. И тут взял девочку, Татьяну Басову. Вы же первая ученица, кто тренировался у Алексея Николаевича Мишина, да? Женского пола. Женского пола, да? Как так получилось? Вы были таким талантом, что профессор вас сделал? Не знаю, наверное. Но нет, у нас очень быстро потом развивался у Алексея Николаевича женская. Немножко когда-нибудь Лена Соколова, тогда была Ольга Ефимова. Но когда я попала в группу, да, там были одни мальчики. А в чем его секрет профессора, что у него катается после 20 лет, а вот он берет и заканчивает уже в 19? Это же секрет профессора. Ну а вы как для себя увидели? В чем его фишка такая? Алексей Николаевич никогда не кричит. Всегда очень тактично, все спокойно объясняет. Но он может сказать одним словом, там, как-нибудь, девочка, и тебе намного хуже, чем если бы он кричал. И, в принципе, мы уже спортсмены были такого уровня, да, 15-16 лет уже, что на нас кричать? Мы сами все понимали, что мы делаем общую работу. Мы все всегда было понятно, все всегда доходчиво объясняли, и ты спокойно этой информацией мог потом в дальнейшем с кем-то тоже поделиться. И она тебе, ну, понимание, абсолютное понимание на тренировках было. Ну, потому что, во-первых, попасть в эту группу, это уже как, как это само по себе, чтобы тебя там еще заставляли, там, ну, никто не будет заставлять. И это уже было просто. Попасть к Алексею Николаевичу, это, конечно, было уже просто вверх. Вы же катались у него, когда там был Евгений Плющенко. Да, Леша Урманов. Вы виден, да, талант Плющенко тогда? Конечно. Мне кажется, талант Плющенко виден был еще, когда он совсем-совсем маленький. Совсем маленький. Вопрос самый главный, который будоражит всех уже неделю. Алина Загитова вернется, как вы думаете? Ну, конечно, я бы хотела, да. Она действительно спортсменка величайшего уровня, и катание ее действительно женское, взрослое катание. Я бы очень хотела, чтобы она вернулась. Может быть, действительно ей сейчас нужен какой-то перерыв. Какая мотивация из человека, который выбил все, включая Олимпиаду? Возвращаться? Да. Деньги? Ну, почему? Просто спортсмены, мы другие люди, мы не можем без льда. И мне кажется, она тоже не сможет. А как же Алина говорит, я минимум на год перестанавливаю? Ну, год. Это не навсегда. Хорошо, но она будет выступать в шоу. Шоу – это не замена разве? Почему? Ты тренируешься, выступаешь? Нет. Нет ответственности? Вот именно, нет ответственности. То есть нужен адреналин? Конечно, конечно. То есть ты должен выходить и кататься за места? Да, да. Скажите, а вы плакали, когда узнали, что Загитова перестанила карьеру? Я не плакала. Жаль. Держались? Очень жаль, очень жаль. Но я не плакала. Если у нее сила воли сильная, характер такой боевой, то я думаю, что она вернется все равно. А что вас больше шокировало, когда повышение пенсионного возраста или уход Загитовой? Я думаю, что пенсионной нет, меня не беспокоит теперь. То есть Загитова больше беспокоит? Ну, конечно, наверное, да. В нашей ситуации – да. Да? Ну, вот, может быть, вы попросите тогда вот так, например, сказать «Алина, возвращайся». Конечно. Алина, мы тебя ждем. Алина, возвращайся. Возвращайся. Мы тебя любим и смотрим все время. Прошу сейчас страшную вещь, сразу предупреждаю. Алина Загитова возвращается, но не Кеттери тут берется, а, например, приезжает к Алексею Николаевичу Мишину. Вы допускаете такой вариант? Это нормально будет? Ну, спортсмены меняют, бывает, тренеров, да? Медведева. Конечно, да. И это абсолютно решение спортсменки. Если она его примет, то почему нет? Ну, безусловно, тренер в тебя вкладывает и душу, и силы. И, конечно, если ты как-то втихаря делаешь этот момент… Как Медведева иметь ее? Я не знаю, как Медведева. Нет, мне кажется… Ну, я думаю, что они, взрослые люди, и найдут, что им будет обсудить, если она захочет поменять тренера. Психологическое напряжение. Вы участвует в чемпионате России. Это особенный турнир. Насколько там велико давление? Нет, конечно, есть вот эта ответственность, что ты можешь попасть дальше. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Ну, это есть, но девчонкам надо просто собраться и этот старт рассматривать, как и все предыдущие, последующие. Ну, то есть обычно, не надо делать какого-то акцента. Все-таки это не Олимпийские игры, да, чемпионат России. Он проходит каждый год. Я думаю, что… В декабре 2002-го вы завевали бронзовую медаль на чемпионате России. Как вы к нему подходили? Спокойно поехали, как к обычному старту? Или, наоборот, себя накачивали так, чтобы… На каждом старте надо кататься так, как будто катаешься в последний раз. Последний раз? Конечно. Надо показывать свой максимум, а иначе зачем? Ну что, докатался и рухнул? Нет, ну, докатался, поклонился, ушел. Красиво завоевал свою медаль. Но иначе как? Если силы беречь, рассчитывать на дальнейшее, нет. На каждом старте надо выступать в полную силу. Ну, все-таки, если допустить, вот два места чемпионата России, две путевки на чемпионат Европы будут определяться на чемпионате России. То есть золотой и серебряный призер. Сейчас уже нет никаких квадратных категорий, все участвуют на равных. Бронзовая третью путевку на чемпионат Европы получит тот фигурист, который определит тренерский совет. Возможно ли такое, что вайлдкарт, вот это будет разыграно между лучшей из пары Туктамышева и Медведева? Или, на ваш взгляд, все-таки спортивный показатель превыше всего? Кто в первой тройке, тот и едет. Я не знаю, мне вообще удивительно это как-то, да, что тренерский совет будет решать. Ваше время такого не было, да? Не было, да. То есть то третий, то ты едет. То третий, то ты едет. А если, допустим, ты занял третье место на чемпионате России, а поедет седьмое место на чемпионате России, так, мне кажется, это как-то нелогично. Даже если на седьмом месте будет теперь Евгения Медведева. Ну, в примеру, да. Все равно, неважно. Кто бы ни был. А ты слышал, что Медведева открыла свой официальный мерч? Ну, я уже хочу, на самом деле, там заказать тысячу футболок, поскольку я именно поклонник Евгения Медведевой до сих пор. Кстати, это будет такая крутая фишка. Впервые в мире фигурного катания. Вот в Unhell такой есть плей-офф. Болельщики надевают на себя футболки вот по цвету домашней формы своей команды. Там, смотришь, вся арена белая там или синяя. Смотрится очень красиво. Тут такого не будет в Красноярске. Надо тысячу футболок заказать и поехать в Красноярск и сделать вираж. Интернет-магазин, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, а вот мы собираемся поехать на Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск и хотели заказать тысячу футболок вот с Евгением Медведевым. Можно так сделать? К сожалению, я как менеджер вам эту информацию предоставить не могу. Напишите, пожалуйста, нам на почту. А в течение какого времени решится этот вопрос? Потому что нам как бы надо быстрее знать, потому что уже скоро уезжать. Уточним информацию руководства и свяжемся с вами. Еще такой вопрос. А у вас худи в наличии есть? Хотелось бы хотя бы худи с Евгением Медведевым. Худи. Очень хотелось бы худи. Вас интересует тысяча футболок или худи? Нет, худи тоже. Да, именно для такого оперативного худи. Что значит оперативные худи? Зовите, пожалуйста, номер вашего телефона. Плюс семь. Продиктуйте, пожалуйста, целиком ваш номер телефона. Плюс семь. Антон, в краткой форме опишите, пожалуйста, свой запрос. Тысяча футболок и худи. Тысяча футболок с Евгением Медведевой и худи. Футболки голубые или белые? А давайте голубые. В наличии, к сожалению, еще ничего нет. Нужно поставку товара. Для этого и нужно будет уточнить информацию относительно вашего обращения. А вы ждете откуда издалека? Просто нам, чтобы понимать, может, вам из Америки везут, и мы не успеем просто к чемпионату России. Назовите, пожалуйста, даты чемпионата России. А 25 декабря старт. То есть получается самое позднее, вот мы где-то 23 мы не сможем, да, получить их? Нет, минимум поставка будет 24 декабря. Ага. А поставка только в Питер идет? В Питер. О, спасибо вам. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Самый тупейший звонок в интернет-магазин, который у меня был в моей жизни. Никогда не слышал, чтобы люди не понимали, что значит худи, и оперативно доставить, как будто человек с другой планеты куда-то... Ну, потому что ты поставил в тупик тысячи футболок одноходик. Это как-то не соответствует. Человек понимает, что-то тут не то. А кто ваш фаворит на чемпионате России? Я буду болеть за Лизу. Я буду болеть за своего тренера, да, за Лизу-то к Тамышу. За Лизу-то к Тамышу. За счет чего, как вы думаете, она может побороться? За счет прекрасного исполнения тройного акселя, четверного тулупа уже, сложных каскадов. У нее отличное, прекрасное катание, вращение. Я думаю, она сможет бороться с девчонками. Нервов? Хватит нервов собраться? Хватит. Откатать? Надеюсь, что хватит. Масса спортсменов достигают пика, и потом идет спад. Одним из ярких примеров спортсменов, которые могли долгие годы сохранять спад-подъем, наверное, Женя Плющенко с его возвращениями. Я таких примеров больше не помню. Если говорить о Лизе Туктамышевой, тоже какие-то колебательные процессы возрастания, увеличения, уменьшения кардиционных возможностей наблюдались. И, ну, не надо смотреть на это так пессимистично. Вот та же самая Лиза Туктамышева в прошлом сезоне демонстрировала блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья. Туктамышева производит впечатление симпатичные девушки-куколки, потому что она такая миниатюрная. Маленькие девочки маленькие, потом они становятся побольше, потом они становятся красавицами-девушками, потом они становятся невестами и потом симпатичными, ну, привлекательными женщинами. Кто-то что-то выиграет, что-то не выиграет. Ведь, как сказать, не основная жизненная цель – выигрыш. Да, они все стремятся, но если кто-то хорошо научится кататься и потом будет грациозно работать в другой сфере, почему бы и нет. Ну, вот Петербург готовится к Новому году. Мы пришли на каток, Манежная площадь, празднество, люди. В Питере же была классика, хоккейная классика, и разогревала все это дело Алина Загитова в паре, в паре с Ариной Ротенберг. Это дочка Романа Ротенберга, собственно, такого крестного отца российского хоккея, я бы так сказал. Самый интересный, Арине Ротенберг 6 лет. И диктор на стадионе, на огромной Газпром-арене объявил, у нее еще все впереди. А с ней же каталась Алина Загитова, намекая на то, что, видимо, уже все. Алине Загитовой сколько лет? 17. Да. Ну, это по меркам нынешнего фигурного катания уже старошка, что ли, получается? Ну, просто Алине повезло, она все выиграла. Вот если бы она, смотри, была на месте Медведевой и проиграла в Юнчанге, она бы еще осталась как-то. Ты еще, кстати, такую интересную мысль сказал, почему вообще молодежь и столько поклонников у Загитова, почему? Потому что Загитова – это символ молодежного поколения. Как было перед Юнчангом? Медведева должна была приехать и взять медаль. Очередь с Загитовой должна была наступить только через 4 года. Ну, если бы она осталась, там все в порядке. Но Загитова не захотела ждать, как и молодежи. А почему вы должны ждать? Мы хотим жить здесь и сейчас. Неизвестно, что будет потом. Мы хотим здесь и сейчас, если есть возможность сделать. И Загитова игла абсолютно честно. Никто же не оспаривал, что там судьи, подсудили ей. А вам не жаль, вот девочек, вот вы смотрите фигурное катание, вот та же Трусова, Косторная, Щербакова, но они по сути подростки. Они столько вот тренируются, столько в это вкладывают себя, труда. То есть у них и детства как бы нет. Смотрите на них на льду, у вас душа не болит? Болит, но они шли намеренно туда. С четырех лет. С четырех лет они шли намеренно, чтобы добиться, чтобы быть победителем. Но это скорее их родители, наверное, шли, поскольку сами они в четыре года вряд ли намеренно могли пойти. Ну, я хочу сказать, иногда бывает взять роднину. Она была болезненная девочка, мама ее привела тоже махонькую. Детства-то у них отняли, но другое дело, что они еще и закаляются там. Плакали, когда Загитова ушли? Нет. Замедведеву. Замедведеву, а почему? Ну, она мне очень нравится. Тогда вы плакали в пьянчанге, когда она проиграла. Спрошу, вы Рудольф, Олень Санта-Клауса. Получается, вы поможете всем детям получить подарки. Но в фигурном катании подарки получат только три девочки. Косторная, Трусова и Щербакова. Как же быть с остальными? Им же тоже нужны подарки. То есть они будут призерны чемпионата России? Ну, это уже надо решать с Мистера Татьяна. Татьяна Тарасова? Тарасова. Потому что она думает, как его двери отец. А, то есть вы намекаете, что у Медведевич такой легкий блат от Тарасова. Поэтому да. И что она будет пропихнет. И сказать, ну нельзя Женю оставить как-то. Оставить подарок. Чем занимается фигурист, когда они попадают на Европу? Что он дальше делает? Тотик полгода. Наших и следующих соревнований тоже идут. Они, конечно, не такого уровня, как чемпионата Европы. Что же челленджеры? Универсиады. Финалы Кубка России. Этапы Кубка России. То есть много. То есть мы после чемпионата России не сидим и не ждем, чтобы... Вот это самое главное, да? Нет. То есть универсиады повесил коньки и все, до июня свободен. Я бы не стал еще торопиться и отправлять Загитову. На самом деле история с ее возвращением может получиться еще более красивой даже, чем у Кио Ку. То есть из нее можно тоже и монетизировать. Это было бы красиво, потому что вообще я в том году был в Минске на чемпионате Европы и общался с Загитовой. Она оставила очень хорошее впечатление. Ну, просто очень приятная девушка, я бы так сказал. Поэтому мне понятно, почему я симпатизирую. Слушай, мне кажется, по характеру она тоже не такая простушка. Извини меня, выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и так далее с простым характером невозможно. Я слышал, что в прошлом году, что-то после чемпионата России, где она неудачно в произвольной программе выступила, скатилась там пятая по-моему, место. Ее несколько дней там тренера не могли найти. То есть она пропала из виду, то есть не отвечала на звонки, но расстроилась видно сильно. Ну, это тоже нормально. С другой стороны, ты представь, человек приехал в таком возрасте, живет один в Москве с бабушкой, родители в другом месте. Что у нее есть? Каток, Тутберинзе, Бихенгаус. И она на всем этом только выгодность, но сильный характер. И я думаю, что в какой-то момент она действительно, может быть, фыркнула, сказала, я бы что. Тутберинзе сама намекала, что полтора года они постоянно... Загитова могла уйти еще полтора года назад. Они все говорились, еще после Олимпиады, получается, да? Но она выиграла чемпионат мира осталось. Сейчас уже все, у них обязательств моральных нет. Единственное, я так и не понял тему с деньгами. Загитова перестанет карьеру в сборной, но ей оставляет ставку члена сборной. Она в это время выступает в шоу, зарабатывает деньги. Нет проблем, ты выступаешь в шоу, зарабатываешь. Но почему при этом ты получаешь ставку? Тут хорошо бы мнение Горшкова узнать об этом. Президента Федерации. Президента Федерации. Алина осталась в сборной России, но не будет выступать. А справедливо ли, что ей оставили ставку? Ведь иначе получают от президента премию. Да. Ну, я сейчас... Если она вообще в сборной команде, значит, я, да, абсолютно... Ну, естественно, имеет право полюбцессимы Ну, вот видишь, Горшков сказал, что ставку оставили. А если деньги оставили, точно надо возвращаться. Вернись, лесной олень, по моему хотенью Умчи меня, олень, свою страну оленью Где сосны львутся в небо, где бы живет и небо Умчи меня туда, лесной олень Эта реальность, Георгина, мы вас любим За ваши такие прекрасные успехи в фигурном катании Дай Бог вам здоровья, счастья и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok